I have ways of blowing things off. Здарова, ребятушки! С вами Аладушки. Fear and Hunger здесь. Ха, не ожидали? Я сам не ожидал. Короче, да, ребят, это... Это Fear and Hunger термина. И это демка. Демо-версия 2.4, как вы можете видеть. Внизу у нас это написано. Это вторая игра от Happy Painting. То есть, это реальная демка, это не игра. Но это демка обновленная. Я сам офигел вообще, когда узнал про это. Пару дней назад на YouTube мне вылезла какая-то видюшка в надписи... Ну, в названии которой мелькала такая штука, как Fear and Hunger 2. Я такой, чё? Я на видюшку кликать не стал. А пошел сразу же искать, что такое Fear and Hunger 2. Это типа шутка или где, или что? Нет, это вторая игра. И она называется термин. Она не называется 2. У неё своё личное название есть. Видите, она даже дергается. И вроде как это... Fear and Hunger только в современных реалиях. Видите, тут есть многоэтажные дома. Тут современная одежда. Вообще ещё не играл. Запускал один раз. Доходил до вот этого момента. Не видел ни обзоров, ничего. Видел парочку скриншотов на сайте. Короче, в Стиме этой штуки нету. Поэтому ссылочки на Стим не будет. Будет ссылочка на сайт, где её нашёл. Я так понял всё-таки, что это сайт разработчиков. Или кого-то очень приближённого. И там предлагают купить демку за ту цену, которую ты сам за неё предложишь. Доллар, 2 доллара, 5 долларов и 10 долларов. Я посчитал справедливой цену в 2 доллара за демку. Потому что я всё равно буду покупать полную игру. Я подожду релиза. И мы обязательно в неё будем играть. Но пока что пощупать, посмотреть. Мне очень интересно. И я думаю, ребятушки, вам тоже будет интересно. Видите, никакого континью у меня нету. А, поехали в новую игру. Я без понятия, что нас там ждёт. Но мне интересно. Итак, термина. В игре возможны жестокие и волнующие изображения. Возможно, также будут сцены насилия, ноготы и религиозных тематик. Если вы слишком чувствительны к этим темам, то вам, возможно, не стоит играть. Да, хорошо. А, у нас есть выбор персонажа. У нас есть дембель. Окультист. Доктор. И инженер. Никакого объяснения по классам у нас нету. Но, естественно, я его тоже не искал нигде. Что, ребят, думаете? За кого пойдём? Я бы такой был, чтобы за инженера, наверное, сходить. Что я могу предположить? Экс-солдат, скорее всего, хорошая военная подготовка, хорошие военные навыки. Так. Окультист. Это у нас, наверное, что-то это. Доктор. У него будут, скорее всего, какие-то медицинские плюшечки. И инженер, возможно, сможет строить какие-то конструкции. Я не знаю, как это в этой игре будет работать. Пойдёмте сначала. Пойдёмте за солдата. Экс-солдер. Да, пусть так и будет. Блин, ты такой парень какой-то... Ты же школьник какой-нибудь. Смотрите, 14. Ладно, пусть тебя так и будут звать. Экс-солдат. Хорошо, я не спорю. Угу. Пропустить историю? Не-не-не-не-не-не. Я хочу знать всё. Расслабляющий звук железнодороги. Ты не привык к такой мирной атмосфере. Ты отпускаешь свой разум поплавать по волнам мыслей. Пытаясь вспомнить, что привело к тебе к этой точке, к этой точке в этой жизни. Прэхевель? Как этот город называется? Ну, в общем, это наш родной город. Несмотря на то, что тут у тебя не совсем гладкое прошлое. Болезненные воспоминания начинаются с той самой ночи. Твои родители спорили внизу. Ведь мы, они жили в двухэтажном или доме, или что. Спор раскалялся, как всегда. И потом превратился в драку. Твоя мать забежала в твою комнату в отчаянии. Она заперла дверь. И прижала ее со всей силы. Сначала тебя... Сначала запахом водки обдало всю комнату. Потом ты услышал тяжелые шаги батей, который поднимался по лестнице. Твой батя начал лупить в дверь. Так, помолиться... Помолиться Богу или восстать против бати? А сколько мне лет тогда было, чтобы восставать против бати? Потому что если их было 15, то такое нельзя. А если это восьмилетний звездюк, то, блин, восставать против бати... Потом сидеть не сможешь. В смысле ремень. Не надо ничего такого думать, ребят. Нет, явно из этих опций я буду лучше это, чем к Богу какому-то молиться. Твои... Твои попытки что-то изменить ничего не значили против пьяного бати. Но так же... А, а, вот, я понял. Это нам строят персонажа потихонечку. Но это подняло наши максимальные физические характеристики. То есть, если бы я помолился, то это подняло бы нам духовные характеристики. А, это умно, это прикольно. Мне нравится такое строение персонажа. Так, хорошо. Твоя мать ушла или умерла. То есть, он ее убил все-таки. Ганн тут можно расценить немножечко по-разному. А батя допился и тебя отдали в этот, в приют. Ну, то есть, мать, он реально мог убить мать и потом просто допиться до чертиков. Это место ужасно относилось к детям. И ходили всякие слухи, почему дети пропадали без следа в этом заведении. Ты не мог дождаться, чтобы оттуда поскорее свалить. К сожалению, твои... А, к сожалению, твои желания сбылись раньше, чем ты предполагал. Когда вторая большая волна, волна, война началась, восточный, да, восточный юнион, то есть, восточный союз призывал всех способных держать винтовку на войну за Мадерленд. Мадерленд. Мадер Раша. Так, хорошо. Тебе было только 13. Вот, я же говорю, он типа был мелкий. Тебе было только 13, но ты все равно поперся с ними. Какое... на каком оружии ты специализируешься? Так, пистолс, это скорее всего для тесных помещений. Райфлс, это для дальней стрельбы. Тренчганс. Это же автоматическое, насколько я помню. Блин. Я взял, на самом деле, Райфлс. Я не знаю, какие тут будут преимущества. Давайте Тренчганс. Хорошо. У тебя 12 патронов и... Ага, ага. Это снаряжение, которое ты получаешь. Понятно. Ты преуспел на поле боя, несмотря на свой возраст. Однако, ты вырос угрюмым, видя, как более молодые дети вербуются и их там убивают на этой войне. К этому времени ты уже... Ты уже руководил собственным отрядом солдат. Тебе дали задание... А, вас посчитали расходным материалом, и тебе дали задание, которое 100% было бы самоубийственным. Ага, но ты уже уставал от всего того, что происходит, и вся эта вот моральная подоплека армии Восточного Союза начинала тебя уже надоедать. Ага, здесь можно взять задание и исполнить свой долг, или можно же покинуть утопающий корабль. Ну, то есть нам говорят, что нам уже поднадоело, и нам дали очень фиговое задание. И тут нам говорят, поступить по совести или нет. Я свалю отсюда. Ну, то есть, судя по тому, как играет и излагает, я бы выбрал это. Ты не мог больше со всем этим иметь дело, поэтому ты дезертировал. Восточный Союз не простил бы тебе такие преступления, поэтому тебе пришлось бы... тебе пришлось бы хорошо задуматься, что взять с собой перед тем, как сбежать. Так, это у нас опять же, что мы берем при убегании из лагеря, из армии. Тут у нас нету, кстати, варианта ничего не взять и быстро свалить. Нет, здесь нам предлагают медицинские припасы, боезапас или жрачка. Я, наверное, возьму медицину. Мне кажется, это логично. Две синей жидкости и две тряпочки. Синие жидкости остались. Ха-ха-ха, спасибо. Хорошо. Сколько же времени прошло? Кажется, прошла целая жизнь с того момента, как ты уехал из города. Это не то место, куда тебе хотелось бы вернуться, но когда... Тебе некуда идти во всем остальном мире? У тебя не осталось вариантов. Ты идешь сюда. Скип интро? Нет. Вот он уснул. О, привет, и тут девочка у нас есть. В таких розовых этих туфельках. Прикольно. Ты чувствуешь, как будто кто-то наблюдал из-за того, пока ты спишь. Кстати, насчет перевода. Люди говорят, что перевод будет, когда игра выйдет в стиме. Как опять же, в стиме нету даже бетки, поэтому... Так, ребят, ну-ка, икс. Ох, как тут все. Ex-soldier. А, тут у нас на первом... О, погодите, к этому привыкать надо. У нас есть knife. У нас есть trench gun. Army jump suit. Я пока что одел автомат. Так, погодите, а это... А, это наши вещи. А, теперь вещи еще и описание добавилось. Спасибо, разрабы, блин. Вот этого реально не хватало. Так, 25 хп-шечки лечат. У нас есть 2 счастливого монетка. Здравствуйте. 12 патронов. Понятно. И shilling. Неизвестным. Weapon есть. Knife armor. А почему weapon у нас... Ладно, не показыв... Почему мне автомат не показывается? Hunger 11. А, теперь Hunger в эту сторону накапливается, что ли? Или я просто голодный? Ну ладно, я с автоматом. Ну... А, не, ну trench gun получается здесь дробаж. Да, здесь trench gun это дробаж. Чемоданчики оставили без должного, но то... Так, у меня есть... Ага, дверь закрыта с другой стороны. С той стороны... С той стороны стекла все кажется абсолютно черным. Если я буду с оружием подходить к людям... Excuse me? Нет ответа. Хорошо. Нет ответа. Уже кажется немножечко таким сюрреализмом. Девятимиллиметровые пули. Спасибо, это к пистолету. Они мне не подойдут. Шмотки. Тут, я так понимаю, бочки это чемоданы, да? Дверь, похоже, может быть открыта только с другой стороны. А что вы от меня тогда хотите? Извините, ребят. Ну, минуточку, демка же не может состоять только из одной локации. Хотя, откуда мне знать, да? Хорошо, пойдем. Возможно, я смогу перейти в тот вагон. Я же, по-моему, не попробовал ту дверь. Да, не попробовал, точно. Чемоданчик. 303 аму. Это на винтовку. Спасибо. То есть, мне дают боеприпасов. 303 аму. Ну, вообще, обалденно. Да, голод у нас теперь копится в обратную сторону. Это вроде как логично, но после прошлой игры это немножечко путает. Наверное, многие жаловались на то, что ну кого фига. И вот... Вот, вот этот чемоданчик откроется, скорее всего. Что-то выпало. Или вот этот откроется. Фиг. Тут, короче, чемоданов, как черепов навалено. Что за пещера, блин? Это место... Это... Это больше не поезд. Ты! Я тебя везде искал. Куда ты оббежал? Ты что, не понимаешь, какой вы спешки? Ай-яй-яй. Та, убери свои руки от меня. Ага, у него глаза недобрые горят. Мы мажем и по-плохому. Ш-ш-ш-ш. Блин, ты... Сфигали у тебя нож, блин, почему ты... Нет, но я понимаю, что это арт-хаус и все дела, но... Я понимаю, почему там в замке это происходило. Почему это происходит в нормальном мире. Ай! Да что-то больно! Я научу тебя убегать. Ну-ка, посмотрим, как ты будешь бегать вокруг своими... Ку-куриными ляшками. Он ему ногу пилит. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Смотри, какой бред. Теперь возвращайся к работе. Уборщик уходит. Ему нужно приглядывать и за другими рабами. Мы ползаем, прикольно. Наверное, нужно было ему в репу стрелять. но хотя блин ребят выстрел из дробаша 2 выстрела из дробаша в руку рук то ему так кровотечение убрали пол хп себе восстановили у нас даже остался один выстрел на дробаше интересно если бы я похилился во время боя мне бы то что-то дало вообще ну его можно пройти не можно над был в голову стрелять не в голову короче не знаю не знаю как все происходит вот это вот явно неправильный способ для того чтобы играть ну поскольку он сейчас дымка мы сейчас просто смотрим вообще и наверное я хочу сделать серию вот таких вот посмотрю шик что блин как какие-то взрослые дядьки кушают вы чё привет у меня ноги есть хорошо ладно посмотрите на эту луну я не знаю это луна не луна вообще а вот ты где таинственный человек приветствует тебя монотонным волос волосом да кстати ребят раз уж у нас появился английский то скорее всего нас появятся все вот эти вот типа заплесневелого бреда и остальные оговорки которыми будет пестрить текст так что дратуйте тон человек окажется тебе настолько бы ну очень болезненным я вытащил тебя из грязного места ты зашел слишком глубоко в кроличью нору а чтобы показать свою добрую волю мой повелитель починил починил все твои раны то есть восстановил тебя какая радость теперь ты в безопасности под зеленую луну все-таки это луна спасибо что вытащили меня что происходит это кошмар нет во первых спасибо да да пожалуйста а исходя из того что твои слова вообще ну в общем то не могут достичь мои ушей моего повелителя я говорю от его имени мой мой повелитель это рхер кстати рхер это это что блин когда у нас было в том ферн хангер две-три серии назад когда у нас был вопрос про про хера и вы мне в комментах писали кто это а вот прям сейчас я забыл на я пойду обязательно почитаю спасибо а ну вот да собственно бог луны и всяких хитростей а я ты можешь звать меня перкель я всего лишь скромный слуга его величество ты мечтатель или а нет погоди ты тот кто спит а он сон но я так понимаю что в данном случае это сон мой повелитель пригласил 14 из вас присоединиться к вот это вот ко всему тому что сейчас тут происходит 14 кандидатов но только один из вас ценен скоро начнется фестиваль термина что это такое это фестиваль которым мы даруем вам людям шанс на изображение реальности это фестиваль который закончит все фестивали должно быть для тебя очень запутанно я не буду тебя прямо сейчас этим всем грузить ну поговорим об этом позже чем дальше будешь продвигаться тем когда ты будешь продвигаться дальше мой повелитель с удовольствием ответит на больше твоих вопросов давай встретимся опять под луной там видимо дальше видимо так должно было быть ты случайно просто случайно резко просыпаешься все это был просто сон этот этот поезд остановился хорошо ну да да ладно если это все вместе с тем что это все происходило в воображение тут я могу понять я получать два патрона просто так просрал ну да я отстрелил ему о ее просто я стрелил ему руку ну ты кто такой вообще четко стиме разгорит сам собой он похоже полностью потерялся своих мыслях я уже опаздываю опаздываю ты кролик что ли уже опаздываешь опаздываешь я начинаю голодать отлично я использовал всю медицину да классно короче не надо было этого делать так от этого чувакам больше ничего не добьемся и опаздываю опаздываю супер я могу сойти с поезда у но это скорее всего лучшие лучший способ для то чтобы поступить прямо сейчас ты прерываешь это обсуждение о с этот с как его соня проснулся что происходит у тебя наверно без ты наверно без пони так же как и большинство из нас как так же как и все я все мы поезд остался здесь на подъездах городу и все рабочие поезде все рабочие на поезде весь персонал все исчезли это странно без ладно это тайна в любом случае мы собирались подождать здесь кто-то должен прийти к поезду раньше раньше или позже если ты не торопишься я бы порекомендовал тебе про спасите в вагоне расслабиться не хотел бы не хотят так у нас там есть кстати сверху написано кто это говорит он вы прав он джакет а это вот это посередине не хотела бы прерывать ваши маленькие тринделки но я не могу ставить бездействие дальше в каком направлении этот ваш вонючий город тип туда другие все остальные пошли туда поэтому наверное да да пока пока тут пока ты не ушел а мы разве погодите не мы разве не про не пройдемся по сонным вещам потому что нам приснилось вот с этим с сони который пришел наверное всем снился этот сон кстати сон да ты его тоже видел правильно все его видели луна девочка в розовом фестиваль термина слишком чувств защищал слишком реально чтобы было сном давайте только не об этом сначала сейчас нам нужно было спросить у армейской свиньи бременская свинья это видимо он про меня кстати или нет он слишком торопился чтобы уйти я знаю что я думаю что он знает что то значит армейская свинья это не про меня я думаю что это какой-то чокнутый армейский эксперимент звучит так же как что-то из что-то что было бы частью бремена бремена так понимает он у них какой-то город к тому что случилось у них были такие же галлюкционогенные эксперименты на войне они делали с заключенными теперь-то война закончилась и теперь им нужно откуда-то еще доставать подопытных гуине пикс это морские свинки на подопытных крыс типа хотел бы разделять твой взгляд но мне совсем не верится во все эти конспирологические теории которые входят вокруг я журналист я освещал войну знаете ли мне не нужен какой-то иностранец с залатанным глазом вот когда синий чувак ну чувак синими волосами который будет гореть мне что возможно что нет я освещал войну как вам известно все мужчины и женщины хотя ковальт ковальт возможно воевала не освещал войну вону то есть тут возможны и такая интерпретация хорошо похоже на типа я воевал все мужчины и женщины воевали в чем что ты имеешь ввиду так я насмотрелся на свою часть галлюцинации как в качестве доктора и могу сказать собственного собственного опыта что не существует известных химикатов чтобы создать такое видение особенно такой которая будет синхронизироваться с несколькими людьми одновременно ты чувствуешь как поднимается напряжение между разговаривающими между этими двумя и чё типа чё сейчас дело все же тебе кажется правильным все короче а первый день прикольно я ломать желтым а кстати да привет желтым магом из первой части чем-то что у тебя за история что тебя сюда привело что думаешь про сон ну блин тут надо со всеми говорить я тихоня я не хочу типа сильно трепаться у тебя очень цветастая одежда для тихони это традиционная одежда я желтый маг как меч как магишин ну типа маг как маг настолько настолько же маг какие ребенок с игручной винтовкой ветеран войны понятно нет impressive нет это впечатляющее не впечатляюще мне должно мне должно быть страшно тут опасно а это опаснее всех твоих самых диких кошмаров не 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 разговаривай с легкостью вещах которые ты не понимаешь что ты хочешь что тишина привело есть для того чтобы участвовать фестивале значит это за фестиваль я знаю и ты должен знать секреты нарисованы на стенах ясный как день не так ясно как не такие ясные как привилянский день конечно же но ну тут типа довольно туманно может в этом тоже есть какая-то мудрость так что думаешь об этом сне так ты должен поработать над этим сам чтобы понять что происходит но он скорее понятен чем непонятен ладно девочка с очками на думаю нам нужно забраться внутрь то он пугает меня можно поговорить об этом сне да конечно но почему во имя оливии а по тупо прочитал не так кстати меня зовут оливия при этом познакомиться я просто боевые прочитал батой ладно перед тем как ты проснулся мы говорили об этом снегу кажется все все кто здесь находится прошли через один и тот же кошмар быть быть как бы заставляли работать в мастерских не знаю зачем но все-таки типа знаю ну для войны все всех привела сюда девочка в розовым в розовом абстрактная абстрактное понятие типа это я не знаю как все объяснить но я чувствовала их глаза на мне то есть как на меня смотрели потом на вершине башни ага с тобой тоже говорил этот чувачок до который представлял своего босса и говорил про термину чтобы это не значило после этого я проснулась в поезде уже не было ни обслуживающего персонала что думаю что это значило армейские эксперименты я думает как связано с местом я слабее от голода как круто все это чувствую для всех это ощущается как сон не так ли ну блин нам бы хавчик туда поискать я пока со всем поговорим сдохну от голода вам так не кажется я думаю что нужно поговорить ладно что-то нам еще можешь поведать вылез меня пугает да это та причина которая осталась возле поезда я не хочу идти по туману она также лес очень удивительный тут похоже растут везде и лекарственные растения хорошо что ты серьезно так нет ничего плохого чтобы что-то признать погодите никогда диалог я потерял нить ну-ка так ладно привет чуть что можно сказать о себе меня зовут генри генрик генрик в 32 года шеф не замужем не женат по зодиаку так 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 что еще мне пофиг тут по зодиаку я может в этой игре не пофиг ладно что тебя провело это личное учил мужчин должен быть хоть какие-то свои секреты как долго ты тут ждешь хороший вопрос честно я не думаю что сюда кто-то скоро придет что мыши об этом сне чувак на башне он сказал что-то о чем я теперь теперь о чем я теперь теперь думаю что заставил мне задуматься он сказал сколько нас на поезде он сказал точный номер помню что он дальше сказал он сказал что только один имеет значение только один ценный да кстати у нас было 14 сколько тут было часть ушли кстати от поезда так что возможно до 14 ладно не вымайн девушка в красном о привет я немножко занята если пытаюсь проверить если можно заставить поезд опять работать не просто поезд остановился по по какой-то причине он также еще и не заводится типа это паровоз ну ладно а то есть со мной не выше разговаривать все понятно хорошо ты дружище просто если мы будем потом еще смотреть на других персонажей я не знаю насколько эти делали будут разные так представиться он не особо хочет разговаривать и в принципе пофиг на тебя так как одноглазый опять же армейские баррикады предполагаю что может быть в этом все-таки замешаны какие-то теории какие-то сумасшедшие теории заговора что здесь не так то есть да ты тоже больше раз хорошо мы совсем поговорили там у нас была темнота здесь у нас туман в принципе блин почему-то так голодаешь то быстро . похавать у нас пули жрать можно хорошо сюда можно пойти или да или нет нет сюда пойти нельзя хорошо медицинские травы конечно тоже все здорово я бы не против найти какие-нибудь там грибочков желуде и вот эти фиолетовые травки они выглядят так и будто их можно собирать на их собирать пока что нельзя опять же понимаю это все демка на делать на скидку но все же хорошо бочки мясной пирог супер моего его же мы сейчас и сожрем отпусти меня а это не тпай до полностью утолил нам голод суперски вот эти камушки тоже не щупаются в домик может зайти так вот это вот там крыс пробежала домики лучше зайду тут есть кровать кстати не мясной пирог лежит сгнившие мясо спасибо а теперь тут можно из косок ходить спасибо разрабы серьезно изолента так ладно кровать гнило мясо на тарелке до забрать там внутри тараканы плавают бегают а это же кровать же ребят ну ну-ка 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 кровать на кровать валяется куча грязной посуды спать на ней было бы не очень приятно хорошо зеленая травка а теперь бочки помечаются теперь когда серая сверху значит их можно облутать все спасибо зачем я поднял козлины козлиные копыта гнилое мясо теперь фиолетовая да спасибо можно отравиться зачем не козлиные копыта одна зеленая травка это у нас хилка а нет скорее всего не хилка скорее всего зеленую травку они по старой привычке сделают противоядием против заражения крови просто новость лечебная лаванду нашел хорошо это тоже выделялось что и можно подобрать вот еще одну я видел что можно пойти в другую сторону но видите сюда можно пойти какая-то да разница если не знаю куда мне правильно пойти это переход локи до тишина заполняет воздух ты офигел у меня просто патронов не осталось поэтому я лучше с ножом покажу клиент там прямо жуче происходит грибок гудсмен термина приходит я очень рад за тебя но он прям были кстати смотрите наискосок как бы как быстрее передвигаться в гораздо но я не знаю это багулина может пока что какая-то я не уверен что хочу туда идти с другой стороны не пойду не узнаю правильно так крафту привыкнуть надо нет значит сюда нет сюда ладно я очень надеюсь что менюшку потом доработаю сейчас она выглядит дико не очень если она таки останется потом белые но меня бы это например немножечко расстроило хотя понимаю что это будет в цвет тумана который здесь ну давайте подеремся что что мы теряем руку и ногу блин да тут опять с хоботом а я готова броняц про что ты знал твои слова ничего не значит ему явно хочется крови ну вот вот эту руку пожалуйста 91 ну так себе кстати 40 я потерял руку супер чувак может это руку потеряешь не короче зря ну да он не убил понятно зря я стрелял того чувака надо было дать ему себя победить я потратил на этом хилки я потратил на этом патроны на трабаш я не уверен что вообще надо было брать трабаш ладно в общем ребят пишите что вы думаете насчет термины хотите ли вы увидеть больше я думаю сделать некую такую серию посвященную каждому персонажику вот так вот по одной серии будем начинать за нового персонажа и будем смотреть что что происходит и что случается на этом пока все спасибо что были с нами ребятушки и увидимся в следующих сериях всем удачи добра-побра всем молодушек и всем покеда куба и 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 Субтитры сделал DimaTorzok